И тут у нас еще одна шашка уходит. Вау! На этом мероприятии лопатами не копают, а играют в шашки. Друзья Дани и Матвей на несколько минут превратились в непримиримых соперников. И хотя непосредственно в процессе занято только двое, поболеть за своего игрока тоже важное занятие. Это тот случай, когда важна не победа, а участие. Кто у вас победил-то? Дружба. У нас победила дружба. К вечеру пятницы в народе отношения особые, а потому именно в это время решено проводить интерактивные программы в Центральном парке. Тем более, что для многих местных жителей прогулка на свежем воздухе уже давно стала традицией. Пятничный вечер. Ну, это вечер с семьей, с мужем, с ребенком, с моим. В парке прогулка. Ну и плюс еще завтра выходные. Да, завтра выходные. Завтра начинается у нас отпуск, мы завтра улетаем. В пятницу сначала у нас, конечно, по мероприятиям прогулка с детьми в парке. Это каждый раз. А потом уже вечер, уже такой теплый, семейный, домашний. Мы тут недалеко живем и решили погулять. И тут музыка зазвучала, мы пришли посмотреть. Потом увидели дартсы и шашки и решили попробовать. В Центральном парке каждый может найти занятие по душе. Многие из тех, кто постарше, предпочитают бадминтон. Регулярно проводим здесь время. Это по выходным. Пятница, суббота, воскресенье мы здесь. Так что в семье мы здесь постоянно. Просто дочка у нас сейчас на данный момент учится. Не успела приехать в Москву. А мы здесь ждем ее. Ну, а кому по душе подвижные занятия, добро пожаловать на сцену. Специально для Непосед звучит энергичный танец. Всем привет! Семилетний Марк Аракелов завсегдат и таких праздников, так как живет неподалеку. На танцполе он чувствует себя, как рыба в воде. И эмоции от происходящего не скрывает. Это самое крутое место в мире, которое я мечтал. Я всегда здесь гуляю, здесь круто. Всегда. Игра в дартс также неизменный атрибут городских программ. Из желающих даже выстраивается очередь. Праздник проводится впервые и народу не так много, как хотелось бы организаторам. Но все пришедшие остались довольны. Мне больше всего понравилось играть в дартс и танцевать. Я танцевала. Свою песню пони. Сенчу. Смотреть, как играть в шашки, ну и танцевать тоже понравилось. Под конец вечера на сцене был организован конкурс, в котором приняли участие юноши и девушки. Теперь подобные праздники будут проходить в Центральном парке в конце каждой трудовой недели. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.